Карелия Молодежный экологический лагерь, куда лежит маршрут этих ребят, называется «Большое приключение». Его создали наши знаменитые путешественники Дмитрий и Матвей Шпарон. Часть нашей съемочной группы все две недели предстоящего пути будет в одной команде с учениками Московской коррекционной школы номер 5. У ребят ослабленное зрение. Вот, например, Аля. Чтобы прочесть текст, она надевает порой двое очков сразу. У самого маленького Мити минус 10. Как ребята смогут пройти сложный маршрут по рекам на катамаранах, представляется с трудом. Другая часть нашей группы пойдет с ребятами, у которых со здоровьем все в порядке. Единственное, что может существенно усложнить им жизнь, так это присутствие в их команде трех совсем еще юных участников. Егора, Антона и Александра. Первое утро в лагере. Берег Мергубского озера – настоящее сокровище для живописца. Вся эта красота для многих из наших ребят предстает вот такой. Это данность, с которой приходится мириться. Директор лагеря Матвей Шпаро слегка озадачил ребят в первые же минуты знакомства. Оказывается, здесь можно делать все, что душе захочется. Осваивать плавание на каяках, кататься на горных велосипедах, купаться в озере, ходить в баню и жечь костер хоть сутки напролет. Единственное, чего нельзя, так это курить. Но этот запрет ребятам даже понравился. Возможность самоограничения возвышала их и в собственных глазах, и в глазах товарищей. И нужно очень многому научиться. Тому, чему в городской цивилизованной жизни их никто никогда не учил. Пилить дрова, разжигать костер, ставить палатку и оказывать первую медицинскую помощь. В «Большом приключении» есть два вида маршрутов – водный и велосипедный. Но наши команды выбрали водную стихию. И вот уже третий час подряд изучают устройство шестиместного катамарана. Все три дня подготовки к сплаву уходят на то, чтобы чувство команды у ребят появилось. Эта полоса препятствий – специальный веревочный курс. И его должны пройти все команды. Вот, например, паутина. Нужно по очереди пройти через ее ячейки, не касаясь их, ни разу не пройти их дважды, к тому же в абсолютной тишине. Задача, прямо скажем, для спецназа. Вот вы стоите, у каждого есть свой порядковый номер. Вот, теперь вам нужно будет встать так, чтобы вы все поменялись местами. Первый должен быть последним. Последний – первым. После шестой попытки коварное бревно все-таки покорилось. Видите, что помогло вам справиться с теми трудностями, которые вы обращаете. Это то, что вы были все вместе, вы друг другу помогали. Вот и сейчас вам нужно думать друг о друге. Признаться честно, члены съемочной группы, люди взрослые, крепкие, здоровые, так и не смогли преодолеть все эти препятствия. А когда увидели, как их проходят ребята, больные детским церебральным параличом, нам просто стало стыдно. Для них это была возможность хоть на шаг оторваться от своего недуга. И они этот шаг делали смело, отчаянно, мужественно. Конечно, за две недели, даже в таком душевном заповеднике, человек вряд ли коренным образом изменится. Но много наносного исчезает в нем без следа. Чего греха таить? Есть в некоторых ребятах этакий налет иждивенчества. Они привыкли, что в силу их проблем со здоровьем, многое за них должны делать другие. Родители, персонал интерната или школы. А здесь все иначе. Не вымыл за собой посуду? Будешь есть в грязной. Не высушил вечером у костра промокшую одежду? Утром наденешь сырую. Никто за тебя этого делать не будет. И они меняются. Они начинают делать то, к чему раньше просто не прикасались. Но главное, это начинает им нравиться. Быть самостоятельным.